В Челябинске отметили День Героев Танкограда. Этот праздник появился в прошлом году. В октябре 1941-го по решению Государственного Комитета Обороны началась эвакуация производства танков Ленинградского Кировского завода на Южный Урал. Как поздравили тружеников тыла, расскажет Маргарита Хижняк. О Челябинске держалась вся страна. О тихом подвиге челябинцев во время Великой Отечественной войны поют песни и слагают стихи. Но все же о стойкости и подвигах тружеников тыла говорят реже, чем о героических поступках солдат на поле битвы. Хотя в тылу ковали победу наравне с фронтовиками. В театре ЧТЗ челябинцы отмечают сравнительно новый праздник – День Героев Танкограда. Здесь чествуют и вспоминают тех, кто не пожалел жизни ради победы. Тех, кто во время войны на заводах стоял у станков без перерыва и выходных. Тех, кто делал танки и оружие для солдат Красной Армии. Тех, кто отдал свое здоровье на благо Родины. Но я хочу рассказать о труженике тыла, о моем свекре Нестерове Иване Егоровиче. Он работал плавильщиком на ЧНК. Он работал там 25 лет. Он был бригадиром во время войны. С ним работали подростки. Он не спал. Он вообще не выходил из цеха. И светлая память моему свекру. Тогда, во время войны, Челябинск в сжатые сроки стал одним из главных арсеналов фронта. На заводах изготовили 18 тысяч танков и самоходных установок, 48,5 тысяч танковых дизель-моторов и почти 18 миллионов заготовок для боеприпасов. Чтобы увековечить подвиг тружеников тыла, депутаты городской думы и предложили создать этот праздник. История Танкограда – это как раз история людей. История тех, кто в нечеловеческих условиях работал на наших площадках, которые были эвакуированы с Ленинграда. И в первые же дни после эвакуации уже началась работа, началось восстановление производства. И первые танки уже пошли буквально в ближайшее время. День героев Танкограда появился в прошлом году. Тогда его предложили сделать традиционным. Инициативу горожане поддержали. И в этом году на праздничном концерте снова полный зал. Можно с уверенностью сказать, что восторжествовала в определенной мере справедливость, потому что ветераны, которые были в ТУ, они чувствовали себя отделенными, что у них нет своего дня. Дня Танкограда. И этот день появился. Празднуют его теперь ежегодно 6 октября, в день, когда в Челябинскую область начали эвакуировать танковое производство из Ленинграда. Маргарита Хижняк, Надежда Головина, ОТВ.